сегодня у нас александр олег смирнов выступает название вы видите я ему благодарен за то что он сменил нашего докладчика который предполагался александра борисовича борисова да вот он к сожалению там в больнице поэтому это было очень здорово как мы договаривались вначале я буду говорить общие слова и боюсь видение у меня осталось слишком большим но посмотрим как получится значит вот чтобы сказать потом это где-то осталось до в презентации и там видео я очень много букв в некоторых местах написал что обычно редко делал главное понимать что алгебра геометрические решения я не буду детали вдаваться но основные положения скажу алгебра геометрические решения интегрируемых нелинейных уравнений цвет характеризуется связанными с ними алгебраическими спектральными кривыми позже я для некоторых конкретных уравнений расскажу как вычисляются как строятся эти спектральные кривые как на кодеку уравнение этих спектральных кривых значит важно значит на каждой алгебраической кривой рода же которые так сказать иногда представляется видео сферы же ручками можно задач канонический базис ордии ориентируемых циклов состоящих из а циклов и б циклов шеи же а циклов и же б цикла можно сразу спросить да да вот именно всегда удается строить только при наличии алгебраической кривой до конечно зонное решение или можно может быть есть какие-то обобщения ну в каком смысле ну вот для того чтобы построить конечно зонные решения ну скажем там для капитал или для других уровней достаточно алгебраической кривой а значит вообще говоря сейчас есть какие-то более общие такие подходы тогда получается не конечно зона решения другие и здесь тоже мы можем получать другие решения об этом я может быть чуточку спасибо самое главное что а цикла между собой не пересекаются б цикла между собой тоже не пересекается каждый а цикл пересекается только с одним б циклом и то есть в точке пересечения а и б им дается один номер и тот же то есть а первый а цикл пересекается с первым б циклом и так далее и в точке пересечения а б образует правую двойку то есть это ориентируемые циклы вот это вот первый факт дальше на каждой алгебраической кривой рода же существует ровно же линейно независимых голоморфных дифференциалов даже вдаваться в подробности я не буду обычно вот они нормируются на единичку принципе есть другая школа другой подход когда нормируется на 2 пи дельта жека она формула немножко изменяется соответственно так так дальше на каждой алгебраической кривой можно задавать и различные объявить дифференциалы второго рода ну или иначе говоря а абелевы интегралы второго рода у абелев интегралы второго рода только полюса никаких других особенностей еще абелевы интегралы третьего рода там логарифмические расходимости поэтому касается но в данном случае я не вижу их смысла хотя они тоже используются соответственно эти абелевы интегралы дифференциалы нормируются на 0 по циклам путем добавления с коэффициентами соответствующих голоморфных дифференциалов то есть берем интеграл с плюсами добавляем к нему голоморфные интегралы и делаем так что все а циклы становится равном после этого однозначно определяются вектора b периодов которые потом используются при построении конечнозонных решений особую роль играют мироморфные функции у которых и а и b периоды равны 0 то есть формально говоря это интегралы абелевы интеграл второго рода но с нулевыми периодами значит на что следует обратить внимание что вектора в периодов они же мерны то каждый алгебраической кривой рода же и каждому интегралу интегралу на ней и соответствует некоторый же мерный вектор период ну и соответственно раз вектор ажи мерный по 0 любого алгебраической кривой рода же существует ровно же линейно независимых с точностью до добавки мироморфных функций абелев интеграл 2 уровня потому что возьмем скажем же плюс 1 до разлагаем вектор в линейную комбинацию некоторых базисных векторов получаем что сумма равна нулю из-за линейной зависимости и это будет мироморфная функция вот о чем тут и написано что любой интеграл второго рода аналогибраической кривой может быть представить в виде суммы мироморфной функции и линейной комбинации же линейно независимых абелев интеграл второго рода причем поскольку мы опираемся на вектора периодов тот конкретные виды особенности не играют здесь никакой роли не дивизор полюсов и не все прочего он не важен мы берем какие-нибудь независимые интегралы второго рода же штучек и любой другой можно представить виде линейной комбинации этих интегралов с точностью до мироморфной функции то есть это против линейный ангибра первый курс хотя конечно в алгебраической геометрии есть более красивые названия для всего этого для этих теорет дальше на любой алгебра иске кривое рода же опять же отсюда вытекает существует мироморфная функция с полюсом порядка же плюс к в любой точке общего положения потому что мы берем какой-нибудь интеграл с полюсом же плюс к абелев второй до добавляем к нему нужные интеграл с меньшими плюсами у нас остается мироморфная функция с большим то есть интеграл с большим полюсом и с нулевыми периодами вот это такие у нас с вами общие теоремки которым потом мы иногда будем пользоваться теперь вот алгебра и геометрические решения интегрируемых нелинейных уравнений выражаются через же мерные это функция рима я не быстро говорю может мне чуть причем функции ну вот они бывают разные в зависимости от того какие там уравнения самое главное что вот у нас здесь есть z так сказать начальная фаза можно сказать в это вот эти вектора периодов интегралов они зависят от конкретной задачи ну а то о чем мы будем говорить это мягко говоря ну не столь важно конкретные полюса и все прочее главное что вот эта функция f она такая что при сдвиге z на решетку периодов у нас результат сохраняется примеры все примеры только такие да ну да 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 но так она строится понимаете а ну то есть ему не можно оно должно быть независимо то есть например все примеры которые существуют они все в эту формулу укладываются да но например вторая производная логарифма ну да хорошо либо отношения от это функции у одной происходит сдвиг по другой сдвиг эти сдвиги сокращается в нелинейном шрёдинге произведение двух это функция на квадрат 3 там все компенсируется в каупе басинеска логарифм отношения это функции или 1 1 производная логарифма отношения до 1 производная логарифма то есть все вот так вот подобрано то есть достаточно грубо говоря угадать f да но of не столько угадывается сколько находится угадывается птифу функция а все функции даже строится f из асимптотики в окрестностях сумму дома это бекер и фейзера да да но это не опять же не столь нам важно сейчас просто если на этом останавливаться будет надо будет много дольше готовится вполне этого достаточно да да спасибо спасибо вот и вот мы видим что здесь у нас же если у нас есть же векторов да то вот у нас решение эти являются же фазами то есть я называю вот фаза вот у нас одна это то что умножается на в 1 2 на в 2 и так далее то есть каждому так сказать в соответствует своя фаза то есть вот у нас аргументы и линейные но вот в же мерном пространстве у которого есть факторизация по решетке периодов потому что сдвиг на решетку периода возвращает нас ровно туда же в случае одного аргумента от нас вот эллиптическая функция то есть вот мы можем представить 1 прямая вдоль и то есть на на этой плоскости да на параллограмме периодов мы проводим одну линию и умножаем на берем один вектор умножаем на x 2 вектора мака и это у нас аргумент а в большей размерности соответственно более сложная ситуация с одной стороны но зубы страны вот все вот они у нас тут линейные аргумент линейный вот в этом многомерном пространстве профакторизована по переводу таким образом вот в случае спектральной кривой урода же решение вот по крайней мере так сказать имеют вид у от x т 1 и так далее флот до т же минус 1 если мы берем более старшие времена поскольку у нас есть иерархия на раз вектор разлагается в линейную комбинацию предыдущих то эти времена входят в предыдущие фазы то есть все выше времена упадает как сумма когда бабочка да вот в предыдущие фазы если мы рассматриваем уравнение меньше берем про спектральной кривой больше то все высшие фазы ну вот являются параметры александр олегович извините да это сулема но все таки вот предыдущие доклады если иметь ввиду помимо высших времен есть низшие и что там аналоги конечно зонах решения какие-то сингулярные не смотрели не описывали это вы имеете негативные 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 хотел послушать именно сюда подсоединился к семинару пока я честно говоря не понимаю я разбираюсь и вот пытаюсь понять про низшие времена я мягко говоря сказать ничего не могу я только-только вот этим заинтересовался и пока честно говоря вставал же матвеев какие-то отрицательные там солитоны что-ли что-то его знают это другое это другое ладно извините в конце чуточку я скажу если будет возможность это вот мягко так это не туда вот то есть вот например скажем берем двухсолитонная решение там и двухзонное решение карте века дефриза вот у нас будут заняты две зонки две фазы они как раз и будут занят а вот если трех зон или четырех зон и вот верхних будут вас вами параметры дальше поскольку речь идет об их интегралов второго рода с плюсами с особенностями то есть мы в окрестностях особенности выберем другой локальный параметр у нас полюс порядка к расщепиться то есть интеграл расщепиться на сумму интегралов порядка к и более слабые с более слабыми особенностями в таком случае верхние времена то есть вот самое соответствующие времена попадут в нижние фазы ну и плюс выскочит какие-то может ли когда-то вот когда я там где-то в девяностых наверно двухтысячных даже написал как все это происходит для кп то есть если мы берем другой локальный параметр в окрестности бесконечно удаленной точки как там прежде преобразуется решение уравнение кп кдв и бусинеск то есть вот у нас такая ситуация дальше как правило для всех скалярных случаев уравнение эволюционные интегрируемые записываются следующим образом но я тут для краткости убрал производную потому что hk там это производная чего-то в каждом случае свое в примерах я там потом покажу когда дойдем до конкретных уровней самое главное что вот из равенства разложения вектора с номером же плюс 1 по предыдущим же виктором вытекает следующее соотношение на решение и стационарное уравнение которому удовлетворять же фазное решение значит от же производная у пт же дает нас нам аж а если здесь мы продеференцируем у пт же у нас появится линейная комбинация соответствующих производных то есть вот есть опять же хорошо известный факт которым мы пользуемся при построении решения в простых случаях что каждая же фазная или же зонная когда они гипералептические кривые появляются то зоны уже как-то странно говорить от если гипералептические кривые ну вполне можно говорить зон каждое же фазное решение вот уже фазное но вот удовлетворяет соответствующему стационарному уровню причем на самом деле вот эти стационарные уравнения они могут иметь кратные корни тогда поверхность выражается тогда появляются у нас солитонные фазы тригенометрические фазы гиперболические фазы то есть период какой-то фазы либо действительный либо мне мы уходят на бесконечности то есть солитон это когда у нас просто есть вот одна фаза она становится один период вещественный становится бесконечности нам него нас остается соответственно есть некоторые либо сложность это функциональное решение либо когда вкус фазы вырождаются у нас получаются более простые решения выражаясь через эллиптические функции там много солитонное решение понимаете много солитон она тоже является многофазным там тоже есть спектральная кривая только она выражена там зонки схлопнуты в точечке но при этом вот все вот эти утверждения они у нас сохраняются дальше вот то что любят делать некоторые физики они в несколько фаз функции несколько фаз решения помещают функции от т или от других переменных значит вот примерчик мы берем вас же фазное решение какое-то конкретно пишем туда альфа берем производную по т получаем так называемое смешанное уравнение но например в случае так а конец иерархии это хорошо известное уравнение хироты когда мы добавляем слагаемость третьим производными нелинейному уравнению ширина причем вот но вот некоторые товарищи но начинают добавлять слагам и говорит а давайте я вот построю решение посмотрю как она там зависит то есть математической точки зрения это вот мягко говоря ничего серьезно но вот физические приложения они конечно позволяют там посмотреть том числе если задача каши то же самое с математической точки зрения скажем берем если физической какой-то модели от отвечает этот это уравнение то можно и смотреть но в свое время даже я сам написал одну статью правда про нелинейная шрёдингера соответственно там у нас вот вместо tz координата вместо xt время и соответственно здесь вот альфа не от z соответственно это могут быть некоторые неоднородности вот в оптическом канале и посмотреть как там проходит волна через эти неоднородности вот конкретная физическая задачка на при этом вот можно взять решение подставить какой-то посмотреть взять например сцелитон пропустить вот тут у нас возник барьер очка и вот а я правильно понял что мы вот взять у это нам уже известная да и мы теперь как бы пошевелить то есть взять вместо умы находим при стационарном у нас удовлетворять стационарным берем какие-то набор коэффициентов это у нас уровне не только черной с производами только nike с прочих его можно решить сложно конечно тяжеловато ну вот можно и вот и берем решение какое-то уже известное скажем надо слитон или там для других уровней king или еще что-нибудь и поставляем функции на ты подставляем туда и говорим что вот это решение это функция удовлетворять такому уровню вот и вся наука но некоторые пишут статьи и довольно успешно особенно если картинки красивые рисуют что касается модифицированных уравнений но это условное название это когда в другие аргументы подставляются комбинация других функций например цилиндрическое кп цилиндрическое нша и эллиптико цилиндрическое уравнение кп тоже берется решение уравнений кп заменяются аргументы и получается решение соответствующих уравнений а тут мы вас вспоминали как раз несколько вашу работу несколько семинаров назад как раз цилиндрическим ну можно вставить свои две копейки в это дело руби даже рубль александр что-то вот есть опасность при такой замене что решение получается не физически то есть формально они удовлетворяют этим уравнением это еще надо быть осторожным потому что но это опять же зависит от того как вы трактуете координату угловую дело в том что в цилиндрическом уравнении одна из координат физически означает угловую переменную вот по угловой переменной а должна быть решение должно быть в api периодическим иначе там все это не сойдет то есть если рассматривать чисто формально у вас получится решение уходящие там на бесконечности еще как-то так но физически они будут неприемлемы вы возможно знаете это вот степанец сейчас говорит вы может быть видели наши работы с китайскими коллегами где мы приводили решение но не таким способом путем замен ну стандартным образом используя схему захарова шаббота строили такие решения с периодичностью по угловой координате ну вот я честно говоря вполне с вами согласен что за физичностью здесь вот и не пахнет честно говоря но тогда вот решение мягко говоря уже не будут конечно зонами многофазными они будут какими-то другими понимаете вот и все когда-то меня там вот этих самых восемьдесят седьмом полом году попросили построить конечно зонное решение тогда я нашел вот эту замену для центра цилиндрического кп написал ну и вот потом повторили мы склеиваем и склеиваем но так уже тогда было видно что она не физическое то же самое с решение решение надо там друг другие смотреть явно не конечно зоны ну понятно то спасибо да с клином да он не надо что крестьян да у него и да да крестьян что ламп вы наверное видели наши работы с китайскими коллегами если я вам пришлют да Да, лучше пришлите на всякий случай, да. Хорошо, свежим взглядом посмотрите, может быть, там что-то. И вот недавно вышла, буквально на днях вышла работа Кречетникова по цилиндрическому уравнению КП. Тоже, наверное, вам будет интересно. Ну и кроме того, есть еще работа Хуснудиновой, вы с ней работали по эллиптическому уравнению, но у нее есть вот уже какие-то более современные, недавно опубликованные работы. Тоже, наверное, вам будет интересно. Ну там же тоже надо смотреть другие решения, потому что эти, опять же, абсолютно не физические, многофазные. Там надо смотреть другие, не конечнозонные решения. Да, ну вот она как раз рассматривает не конечнозонные, там есть интересные физические приложения. Ну ладно, извините. Ну и, соответственно, честно говоря, я не обещаю, что сразу кинусь, потому что я сейчас занимаюсь векторными уравнениями, и пока мне вот этого хватает. Хватает. Вот мы сейчас, я думаю, потихонечку к ним перейдет. Может, не сразу, да? А вот теперь... Тут опять же опечатки остались. Ну ладно, босс. Теперь уже к конкретным уравнениям перейдем. Возьмем уравнение Картевега де Фриза. Значит, первый оператор Парлелакса – это вот у нас оператор Шрёдингера. Значит, вот давно известно, опять же, Апель там в конце 19 века написал статейку. Мне сразу, слава богу, удалось с помощью Борисова найти ссылочку. Не только ссылочку, а вот копию статьи снять. Что любые два произведения, любых двух решений этой функции удовлетворяют уравнение третьего порядка. Ну, это известный факт. Вот у нас, как оно конкретно для такого оператора Шрёдингера видит. А самое главное, вот что, чтобы конечнозонным решением, либо многофазмом существует решение этого уравнения Апеля в виде многочлена по спектральному параметру. То есть, вот такие вот у нас ограничения. То есть, если произведение какое-то другое, ну, вот все у нас уже не является конечнозонным. То есть, каждому конечнозонному потенциалу соответствует произведение. Видим многочлена по спектральному параметру. Это, по-моему, Шаббат называл потенциалом Баркмана. Все мы, я не знаю, не ошибаюсь. И я тоже, понимаете, я давно КДВ не занимался. И там вот все... Это Матвеев очень хорошо эти слова знает. А я, честно говоря... В эти самые безотражательные, понимаете, я рассеянем не занимался, ни барменом, ни всем хорошим. Ну, в принципе, да, там... Так вот, подставляя этот многочлен в уравнение, приравняя коэффициенты при одинаковых степенях спектрального параметра Е, получаем следующее рекуррентное соотношение, которое, ну, вот, обрывается. И то уравнение, которое получается в обрыве, оно и является вот стационарным уравнением. То есть, так сказать, стационарным уравнением не самым главным, а вот, ну, некоторым стационарным уравнением, которым есть, мы преобразуем все аккуратненько. То она примет нужный нам вид. Значит, вот интегрируя эти уравнения, да, вот сейчас я у нас... Значит, вот находим гамма-1, дальше рекуррентно. При каждом интегрировании у нас возникают постоянные интегрирования. У нас получается вот такое выражение для коэффициента гамма-жи. Ну, вот это, если я не ошибаюсь, интегралом Новикова. Вот, и, соответственно, там будет у нас уравнение Новика. Вот у нас приинтегрируем, получается, постоянно и так далее. Всем хорошо известны эти у, и, в смысле, и 1, и 2, да, вот. Значит, вот у нас таким образом выглядит эволюционное уравнение в случае иерархии КДФ. А вот у нас уравнение Новика. В чистом виде. Или вот стационарное уравнение, как оно есть вот в той нашей, в моей предыдущей записи. Как оно конкретизируется в данном виде. Значит, вот первое уравнение имеют такой хороший вид. Ну, и, соответственно, про уравнение КДФ, про решение уравнения КДФ, КДФ конечнозоны. Вот верны все те положения, которые я говорил раньше. Дальше, если мы подставляем уравнение Шрёдингера собственной функции через произведение Вранскиан, получаем уравнение спектральной кривой. Вот так вот у нас в данном случае получается уравнение спектральной кривой. Поскольку в Вранскиан у нас операторе Шрёдингера есть величина постоянная, то есть от X не зависит, это уже не знаю, на каком курсе студентов учат. А с другой стороны выражается через гамма, это у нас многочлены, то у нас возникают дополнительные интегралы. Из разницы постоянства коэффициентов этой спектральной кривой. Вот опять же, в простейших случаях, имея стационарное уравнение, имея эти интегралы, можно построить решение. Ну, дальше я, наверное, сюда, в картовике Дефриза настолько все хорошо изучено, что я сюда дальше лезть не буду. Теперь к нелинейному Шрёдингеру давайте перейдем. Вот у нас оператор Дирака, это первый оператор из пары Лакса. В случае конечнозонного матричного потенциала существует матрица М, такая же функция МС, также является собственной функцией оператора Дирака. То есть она, матрица, она связывает между собой собственные функции при одном и том же значении спектрального параметра, но на разных листах спектральной поверхности, спектральной кривой. Поэтому я называю эту матрицу матрицей монодромии, раз она связывает между собой две эти вот собственные функции. Александр Олегович, предпоследней строчке непонятно, что такое МС. Вот написано сверху уравнение Дирака, это очевидно какое-то его решение. Так ведь, да? Да, вот берем МС. А ПСИ что такое? Вот оно наверху. Это решение? Какое-то решение? Да, решение. Вот берем решение, да. Любое, да, любое. Любое решение. Умножаем на матрицу М. И говорим, что это тоже у нас решение. Поставляем уравнение Дирака, получаем условие совместности. Вот такое. Из которого вытекает структура матрицы М. Причем, поскольку, опять же, матрица М у нас многочлен, там у нас было произведение многочлен, а теперь матрица М у нас многочлен по спектральному параметру. Опять же, приравнивают коэффициенты нулю в левой части уравнения при всех степенях спектрального параметра лямбда. Мы получаем, во-первых, структуру матрицы М. Понимаете, это жестко мы получаем эту структуру. Хотим мы или, мягко говоря, не хотим. Соответственно, элементы матрицы W связаны между собой рекуррентными соотношениями, которые приводят к рекуррентным соотношениям на элементы F. Я правильно понял, что М получается из того, что мы требуем, чтобы М на Пси тоже удовлетворяло уравнение. То есть, это типа преобразование уравнения в уравнение. Да, да. Спасибо. Да. Именно так. И вот этим я в последнее время с разными уравнениями занимаюсь. Вот это вот где-то в 2020 году было. Собрал. Может, там есть какие-нибудь недочеты, но не уверен. Недавно я вроде смотрел. Соответственно, вот из этого условия совместности вытекает рекуррентное соотношение между элементами этой матрицы. То, что на других языках говорят рекурсионные операторы, насколько я понимаю. Да, вот. В других терминах. К результату мы приходим одному и тому же, но методы мы используем разные. Это вы про М говорите? Рекурсионные? Нет, нет. Тогда не будем это трогать. Нет, наверное, он говорит про вторую строчку. Следующий слайд, Александр Олегович. Вот третью строчку, по-моему, он говорит. Да, вторая выделенная строчка. Наверное, вот это он имеет в виду, что это рекурсионная. Вот, да. Ну, вот может. Вернее, вот третья формула. И четвертая, пятая. То есть, у нас есть первый H1, G1. А дальше... Находим F1. По F1, H1 находим H2 и так далее двигаемся. По H2, H2 находим F2. То есть, вот постепенно мы можем так вот без остановочки пройти там достаточно далеко. Но я выписал хорошо вам известные, так сказать, вот эти коэффициенты. F1 не указаны. Где F1? Ай-яй-яй. Ну, значит, забыл. Но это у нас... Ну, вот сюда подставляем, да? Ну, вообще, как искать F1? Ну, смотрите, подзвон от XF1. Это минус ИП. А, D в минус первый. Просто оператор D в минус... Да, да, оператор D в минус. Понятно, да, да. Ну, как в рекурсионном операторе. Всегда не... Ну, вот, вот, вот. Вот они так вот и есть. Понимаете? Но на другом языке. Понимаете? Ну, да. Нет, это рекурсионный оператор. По-моему, да. Кстати, выписал все-таки я... Вот, ну, как бы, да. Большой приятель был тогда. Анатолия Васильевича Жибера. Впервые для векторного Шрёдингера. Вот с ПЭКу. Ну, для расщепленного. Это выписал он в Сибирске. И вот этот механика сплошной среды. Анатолий Васильевич Жибер. Рекурсионный оператор. Вот для Шрёдингера. Это он. Я вот всегда ссылаюсь. Почему-то люди мало на него ссылаются. Ну, Карима сосалась как-то у Смудинова. А так почему-то... Ну, как-то это забыто. В плохом месте опубликовал. И в мире как-то этот результат от него отошел. А вообще это... Да. То есть его приоритет. Ну, ладно. Все. Ну, надо будет, да, как-нибудь. Пришлите мне тоже, чтобы я был... Грамотный. То есть здесь берем, ставим 1 и интегрируем. Получаем F1. Вот нам не надо писать прямо F1. Мы можем его из этого разобрать. Значит, вот у нас первое несколько элементов защитных. Где-то у нас там с Матвеем работа была, когда мы строили волны убийцы большого порядка. Там мы, по-моему, до седьмого дошли коэффициент там элементов. А дальше вот второй оператор параллакса мы зададим с помощью вот этих матриц V, которые появились в разложении. Матрицы M. Из условий совместности вот получаются вот такие уравнения, о которых я говорил, мягко говоря, ранее. И пока это у нас вот скалярный случай, честно говоря. И вот, то есть вот так у нас выглядит эволюционное уравнение. Значит, при единичке нерейный Шредингер расщепленный. При двоечке действительное МКДФ. При троечке Лакшманана Парсетциана Даниэля. А если берем смешанное, вторым с третьим, получается у нас там уравнение Херот. Ну, а вот стационарное уравнение у нас имеет такое вид. Опять же, поскольку нерейный Шредингер нам хорошо известен, то я только про спектральную кривую скажу, как она считается. И она считается так и для всех других матрицных случаев. Значит, уравнение спектральной кривой – это характеристическое уравнение матрицы М. Ну и вот у нас получилось хорошо известный вид гиперлептической кривой, на котором строятся конечнозонные решения нерейного уравнения Шредингера. Разные редукции по ЭКУ приводят к разным требованиям на коэффициенты ФК. Дальше хочу сказать, что в первых моих работах я оператор Дирока матричной второго порядка сводил к двум уравнениям второго порядка. Но, правда, квадратичным по справедливому параметру линейным дифференциальным уравнением отдельным. Каждый из них отдельно рассматривал через уравнение Аппеля. Там свои рекурентные соотношения, которые, мягко говоря, дают ровно тот же самый результат. То есть, если это матричное уравнение заменить на скалярное, на скалярное каждое по отдельности посмотреть, вот они у нас дадут такие же рекуррентные соотношения. И если мы с помощью уравнения Аппеля найдем уравнение спектральной кривой, получится ровно та же спектральная кривая. То есть, вот эти два метода, они дают один и тот же ответ для одних и тех же решений. То есть, беру решение, там у меня были примеры, считаю спектральную кривую одним способом, другим способом, и результат получается один и тот же. Ну, на этом я, наверное, вот со скалярным нелинейным шрингером расстанусь. Ну, а теперь вот давайте про Монакову поговорим. Значит, я беру первый оператор вот в следующем виде. Хочу сказать, что, ну, вот в разных работах встречаются разные варианты ключевой, так сказать, момент, что тут у нас одинаково, естественно, диагональные элементы. Мне нравится нормировать на нулевой след. Не все так делают, некоторые наоборот делают, чтобы другое. Ну, это вот их, так сказать, право. Соответственно, P у нас и Q-вектора. P лежит, Q стоит. 0 – это нулевая матрица 2 на 2. Здесь нулевой элемент. Значит, лямза – спектральный параметр. Точно так же вводим матрицу монодромии M. Опять же, она имеет похожую структуру. Только здесь вот у нас с вами возникают некоторые обобщения матрицы, матрица W. Здесь получается матрица V F2 на 2. F маленькая – это след. Матрица F большая. H двухкомпонентная, G двухкомпонентная. И матрица G такая. А почему вот VK0 – нулевой след? Раз уж вы об этом заговорили. У GL мы видим, что след нулевой, да? Вот. А почему у VK0 – нулевой? И на том слайде тоже там что-то вроде как у G, наоборот, не нулевой след. Там 2 минус 1. А как? 2 минус 1 – это единица, а не 0. А вы говорили, что стремитесь к нулевому следу, чтобы коэффициенты были. Или мы неправильно поняли? Что? Не понял. Ну, давайте предыдущий слайд. Вот предыдущий слайд можно. Вот смотрим на матрицу G. Разве у нее нулевой след? Нулевой. Почему? 2 минус 1 минус 1. А матрица 0, D – это что такое? Какой у нее размерности? Ну, 2 на 2 у нас уже что? Здесь 2 на 2. 2 – это скаляр, да? А то есть 3 на 3 матрица. Так получается? Да, матрица размером 3 на 3. Ага. Ну, тогда согласен, да. Тогда согласен. А на следующем слайде тогда надо пояснить, как FKT с F большим связанным. То тоже это, так сказать, матрица все 3 на 3. Ага, понял. Значит, ну и FKT, и FKT большое связаны… А, вот сказано, это след. Все? Все. Я свой вопрос снял, да. Все, оно вот нулевой след, он и есть нулевой след. Значит, вот у меня получилось следующее рекуррентное соотношение. Вот поскольку работу вашего товарища я не видел, можно сравнить будет, конечно, что у меня получилось, что у него получилось. Не понял, какого бы его товарища. Блядь, я был… Нет, ну вы сказали, что кто-то там раньше там… Нет, я говорил про оператор рекурсии для Шрёдингера, обычного, не для Монакова. Про Жибера, наверное. Вы сказали, что Вектор… Это Жибер, Жибер, Жибер Анатолий Васильевич. Я только это говорил, да. Вы сказали, что для Векторного. Нет, нет, нет. Для расщепленного Шрёдингера нет, нет, для Скалянова. Вот так вот. Для Монакова нет, я не знаю ничего. Нет. Хорошо. Я не говорил ничего, да. Вот у нас для Монакова, как всё это выглядит. Там рекурсионные операторы, рекурсионные соотношения. Вот ТФ1 я и выписал, чтобы было, так сказать, видно. В частности, вот H2, F2 и так далее, Ж2. Ну, естественно, у меня написано H3 и Ж3, чтобы там вектор МКДФ получить. Ну, соответственно, H3, это двухкомпонентные вектора, это у нас скалярное произведение, то есть функции. Дальше, опять же, чем полезен этот метод, мы берем вот матрицу М, разлагаем ее в линейную комбинацию матриц В. И дальше мы естественным образом строим иерархию вторых параллаксов. И из условий совместности мы вот получаем вот то, что было там, только оно уже в векторном виде. Ну, опять же, эти HK плюс 1, ЖК плюс 1, да, вот их можно там, они как-то через производные, вот через эти F, F у нас тоже, ну, не знаю. И вы думаете, что до вас никто не построил оператор рекурсии для Монакова, да? Нет, я не думаю. Вам неизвестно. Понимаете, вот то же самое вот Соколову мы говорили там в сентябре по этому поводу. Я говорю, что, ну, меня не интересуют эти операторы, меня интересуют спектральные кривые, меня интересуют... Почему? Операторы, может, сами по себе ценность. Может быть, вы, как бы, да. Может, это ваши коллеги. Ну, я думаю, ну, давно они уже, ну, слушай, сколько в системе Монакова лет-то? Я думаю, они... Ну, а может, руки не находили? Ладно, ладно. Я думаю, что их сто раз эти рекурсионные операторы нашли, но я, понимаете, вот, перелистывать за все эти годы, 40, там, лет, литературу, чтобы на кого-то сослаться, когда это все даром получается, ну, не знаю. Соответственно, вот система Монакова, получается, если мы кладем k равную единичку, а ку-сигма p, вот у нас с вами ровненько система Монакова получается. Значит, моя цель преследования этих векторов уравнений, вот, все эти уравнения, они хорошо, если... Для кого-то интересные получается, вот я сейчас занимаюсь этим для векторных производных уравнений, вот, там, наверняка, так сказать, мало кто этим регулярно получал иерархии. То есть, отдельные уравнения, естественно, получали. Я видел векторные герджиковано, каупаньюэлла, но там, мягко говоря, ну, подгонка пары второго оператора под желаемый результат. У меня второй оператор получается даром, понимаете? И все уравнения получаются даром. То есть, типа, вот... Играет роль спектральная кривая, которую никто не видит, про которую никто не знает, а она есть. То есть, мы ищем спектральную кривую, а находим последовательность вторых оператора параллакса, строим иерархии. Таким образом, планик, бокс. Значит, вот у нас стационарное уравнение, которое в этом случае имеет в виду... Такой. Значит, как и в случае нелинейного уравнения Шрёдингера-Скалярного, у нас тут появляется слагаемое чисто P. Вот на то и чисто P. Я там забыл сказать. Это связано с тем, что P выражается не просто через дета-функции, но там есть еще экспоненциальный множитель. Вот наличие этого экспоненциального множителя и вот приводит к появлению стационарного уравнения этого слага. Или, наоборот, наличие этого слагаемого стационарного уравнения приводит к тому, что решение это выражается через многофазные функции и на экспоненциальный множитель. Спектральная кривая, она уже не гипералитическая, существенно не гипералитическая, поскольку матрица размером 3 на 3. И рот этой спектральной кривой равен 2n. То есть в скалярном случае же совпадало с n. А в векторовом случае уже есть отличие. И давайте посмотрим, к чему это приводит в простейших случаях. Значит, вот положим n равно 1. Выпишем стационарное уравнение. Вот они у нас. К сожалению, всего, что я хотел написать, но не успел просто, потому что тут уже много чего есть. И, честно говоря, у заведующих кафедры в конце семестра есть некоторые обязанности основные. Ну ладно, бог с ним. Вот, соответственно, берем... Александр Алексеевич, как-то вот так вот странновато смотрится, что это стационарное уравнение, да, дифференцирование по Т, да? Но здесь... Пространственную переменную обозвал Т, а временную З, я понимаю. Да, 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 да. Но дело в том, что в оптике именно так, понимаете? З – это длина канала, распространение вдоль длины, а Т – это у нас дисперсия и все прочее. То, что было и Х. То есть, не линейная Шрингер в оптике, там Х и Т меняются местами. То есть, вместо Х – Т, а вместо Т – З. Ну... Этим так неважно, просто немножко... Ну, да, 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 я сам понимаю, но... А дальше, если мы подставляем в расщепленную векторную, то есть, систему Монакова, получаем такие вот уравнения. Эволюционные, да, хотя здесь З. Понимаете, здесь Т и З, по мининым местам, но оно эволюционное. Ну, что с этим делать? Ну, я думаю, линейное уравнение в частных производных первого порядка все могут решать из нашей компании. Значит, вот они у нас с вами. То есть, решение у нас будет однофазное. Прин-равненец. То есть, бегущие волны. При этом, спектральная кривая имеет род 2. И чуть позже, так сказать, может быть... Я просто скажу написать. У меня уже, так сказать, я там решу другое пока написать. И вот в одной моей, так сказать, статье резонет меня упрекал. Ах, вы нашли там решение в виде бегущих волнов. Это ничего интересного не представляет. С одной стороны, да, конечно, но, честно говоря, ожидать, что спектральной кривой рода 2 соответствует решению в виде бегущих волнов, ну, мягко говоря, необычно. То есть, по идее, вот смотрите, вот у нас двухфазное решение, две фазы. Одна занята, а вторая не используется. И вот то, о чем, так сказать, я... И что я имел в виду, когда говорил, что вот есть некоторые отличия векторных уравнений от скалярных с точки... Александр Олегович, можно перебью? Да. Вот насчет того, что это бегущая волна-то, как-то вот по Z-то мы видим, что... Ну, экспоненты, ну, амплитуда. Не-не-не-не-не-не, я не про это. А то, что там в первом случае экспоненты, в экспоненте стоит сумма, а во втором случае разность. Поэтому, ну, как-то называть это бегущей волной, да, немножко странновато. Ну, не знаю, смотрите, если возьмете амплитуду, то она, мягко говоря, вот бежит. Каждая компонента бежит, амплитуда, а при этом телепается. Амплитуда я понимаю, да, вот... Ну, а при этом она телепается, каждая компонента по-своему телепается. Да-да, поэтому это не в чистом виде бегущая волна-то, правильно? Олег, Олег, это бегущая волна огибающей. Да. То есть, огибающая бежит вот с постоянной скоростью, а внутри фаза меняется. Это я все вижу по формулам, я просто говорю, что, ну, называть, что это в чистом виде бегущая волна. Хорошо, ну... Поэтому и замечание-то рецентгента не очень в данном случае понятно. Только про амплитуду, но у нас же есть второе множительное. И, в общем, догадаться, что вот так вот получится, это не очевидно. Если бы в чистом виде бегущая волна, ну, да, сказали бы. А вот здесь почему сумма и разность? Ну, бог всем проехали, да, уже, так сказать, все равно приняли, опубликовали. Вот так обзови, только опубликуй, да, понятно. Не, ну... Дальше вот в этих стационарных уравнениях, вот в верхних, ну, убираем первую производную, правильно, да? Делаем замену. И получаем чисто операторы Шридингера найти амплитудки. Обращаем внимание, ну, вот... Что P1 и Q1, они удовлетворяют с крышечками, конечно. Одним и тем же уравнением второго порядка. Одним и тем же оператором Шридингера. Соответственно, их произведение удовлетворяет соответствующим уравнением ампеля третьего порядка. Составляем произведение. И вот получаем уравнение. Ну, в честном виде уже у нас, мягко говоря, квадрат амплитуд. Правильно? Отдельных компонентов. Ну, квадраты модуля амплитуд. Потому что, если там Q, это сигма, P сопряженная, да? Вот с точностью до знака... У нас, получается, сима на квадрат абсолютно величина и ПЖД. И вот у нас есть эти уравнения апель. Ну, как где-то я уже выступал с похожими, так сказать, объяснениями. Видим, что уравнения похожи. Смотрим их симметрично, антисимметричную часть. И получаем... То есть, подставляем, упрощаем, получаем следующее уравнение на У и В. Здесь у меня не успел написать, не хватило написать. Но сейчас скажу. Вот, смотрите, это у нас квадрат P1. Абсолютно величина квадрат P2. То есть, это у нас длина вектора P. То есть, почему вы называете уравнение апель? У вас здесь система получается, а не уравнение? Это какой-то векторный аналог уравнения апель, а вовсе не апель. Нет, ну, в это... Ну, смотрите. Так, вот. Вот первое уравнение. Первые два уравнения. P1 и Q1. Они уравнены в одном уровне. Для них получается уравнение апель 1. P2 и Q2 удовлетворяет второму уравнению апеля. Опять же, второму уравнению второго порядка. Их произведение удовлетворяет уже второму уравнению апель. То есть, у нас здесь две пары уравнения второго порядка, и получаем два уравнения апеля. По одному для каждой пары. стоит ли... То есть, это каждая уравнение апель для своего... Для своей пары уравнений второго порядка. Ну, так вот. У1 в первом уравнении неизвестное. Так? Что здесь неизвестное? Зависимые перемены. Независимое Т. Это обыкновенный уравнение. Я просто... Здесь опечатка, что ли, где-то? Я не очень понимаю, почему, значит, У1, У2 расписали уже... Вроде бы должно получиться уравнение третьего порядка на У1, скажем. Да? Вот первое. Вот оно третьего порядка на У1. Но там... А коэффициент от У2 зависит. Да, при этом. А вот коэффициент зависит от У2. Я все понял, да. У2, поэтому у нас вот... Да, да, да. Не, все понял, да. Когда мы подставляем производного коэффициента, вот оно... Все, я все понял. Да. И здесь второй уровень, то же самое. А вот, соответственно, переходя к сумме и к разности, мы получаем следующее уравнение. Уже более простые, с которыми можно иметь дело. Значит, самое простое решение этих уравнений, это вот в первой моей работе было найдено. Я говорю, а давайте В3 положим равным трем. Справа ноль. Производная от В равна нулю. Третья тоже ноль. Все у нас удовлетворяется. Не трем, а С3. С3, 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 да, С3. Все правильно. И вот набор этих решений, он у нас был. Когда мы берем вот... Когда уровень третьего порядка интегрируется. И получаем хорошо известное уравнение на эллиптические функции. Квадрат первой производной равен многочлену. А, нет, это вторая производная пока здесь. Ну да. Понижаем... У нас проинтегрировали. Ну да. Понижаем порядок. Получаем квадрат первой. К трассу сводится, да. Да, да, да. Сводится к трассу, да. Именно. Ну или его вырождение. Ну вот первое мое решение были найдены отсюда. Потом более интересные решения. Если в N3 мы делаем не тождественным, С3 не равно нулю, то берем из этого первого уравнения, выражаем производную от V и интегрируем. Тоже все это делается. А потом подставляем во второй уровень. Значит, вот C4 у нас в процессе там интегрирования возникает новое постоянное. После подстановки V во второй уровне системы мы получаем, что функция U удовлетворяет уравнение уже четвертого порядка. Вроде бы выглядит страшно, но если, так сказать, иметь дело с конечнозонными решениями, то мы видим, что тут возникают вот эти вот интегралы из КДВ. Точностью там до коэффициентов, на самом деле, некоторых. Ой, это у нас половинка решения КДВ. Двухзонного. Да, похоже на уравнение Новикова для двузонного. Да, 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 это именно уравнение Новикова для двузонного потенциала. Все именно так и есть. То есть, на самом деле, вот U, который на самом деле есть длина этого вектора, она является двухзонный фунт, выражается через двухзонный потенциал оператора Шриддингера. То есть, несмотря на то, что… То есть, вот смотрите, мы находим U из этого уравнения. Я приводил пример, брал там двухсилитонное решение, подставлял, вычислял все эти коэффициенты. Двузонное решение для уравнения Шриддингера, для уравнения КДВ, да, давно хорошо известны разные, можно было там всячески. Но это функция я не брал, брал самые простые, так сказать, понятные людям. Это вот через двухсилитонное, но при этом вот, хочешь, не хочешь, но там была вот… Бегущая волна амплитуда. То есть, в каждой фазе двухсилитонного решения была одна и та же разность, но отличалась от начальной фазы. То есть, хочешь или не хочешь. А так дальше вот, смотрите, если у нас есть U, по U мы находим V, по U и V находим U1, U2. Сейчас, где у нас? А, ну здесь не выписано. Ну, по произведению… Вранскян, он постоянный. В этих случаях находим постоянно… Ну, вот здесь не выписано, да, можно будет как-нибудь. Вранскян P1, Q1 постоянный. Произведение мы знаем. Можно написать P1 с крышечкой, Q1 с крышечкой. По ним P1, P2, Q1, Q2. Все у нас, так сказать, восстанавливается. То есть, решение выражается через двух зон и потенциала. Но при этом, вот, ну, бегущая волна, что немногим, мягко говоря, нравится. То есть, вот у нас с вами, так сказать, то есть, заняты обе фазы, получается. Но обе фазы, они выражаются через одно и то же, через один и тот же аргумент, но с точностью до разных начальных фаз. То есть, вот, решение двухпериодическое. Фаза-то одна, то есть, ну, как бегущая волна, бегущая волна. Но оно находится в двух аргументах, понимаете, вот все-таки. То есть, поверхность рода 2. То есть, вот у нас есть вектор V1 и V2. И на вектор V1 и V2 умножается одно и то же выражение от X и T. Понимаете? То есть, вот у нас на самом деле есть два аргумента. И в каждом аргументе стоит T-C1Z. То есть, если смотреть функцию, то есть, вот у нас есть два вектора V1 и V2. На каждый вектор V1 и V2 умножается одно и то же выражение. Соответственно, есть какая-то вот, то есть, вот это, мягко говоря, существенное отличие. То есть, фаза вот одна, да, а вот зоны используются две, векторы используются два. И кривая рода 2 используется по полной программе. А как вот она конкретно-то выглядит? Можно такую же формулу написать, нет? Что? Ну вот этот множитель второй. Ну вот, амплитуда, а фаза какая? Примерно такая же? Ну давайте, может, в конце я залезу в свою статью. Хорошо. То есть, это закрою, открою статьи и немножечко, так сказать. Хорошо. Может, по статьям продьемся. Потому что все перенести в презентацию, мягко говоря, не успею. Да, 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 спасибо, я понял. Эти три дня. Да, да, конечно. Если мы ц3 полагаем равном нулю, вот здесь у нас есть при ц3 равном нулю, наступает вырождение, вырожденная ситуация. Вот моя последняя работа из нее опубликована, вот как раз вот посвящена этому. То есть, система на УВ, она вот упрощается. Вот эти уровни третьего порядка принимают такой вид. Соответственно, У мы можем явным образом проинтегрировать. И получаем, что У у нас получается эллиптической функцией. Ну, либо ее вырождение. А потом, подставив УВ, получаем уравнение на… Нет, сейчас. Сейчас. Из второго уравнения мы находим уравнение на отношении функции В и У. То есть, берем вот это отношение, берем производную третьего порядка, используем ТО на уровне третьего порядка на У. Получаем вот такое у нас линейное уравнение получается на ВС-крышечке. Естественным образом делаем замену. И получаем снова оператор Шейдингера с эллиптическим потенциалом, но уже, мягко говоря, не всегда конечная зона. Если С6 равно нулю, то это у нас просто потенциал Ламе, либо его вырождение. Решения известны. То есть, С мы находим. Дальше делаем линейную комбинацию этих двух решений. Подставляем сюда. Интегрируем, находим ВС-крышечкой. По ВС-крышечке находим и так далее возвращаемся. Получаем, мягко говоря, довольно необычное решение, которое я, мягко говоря, не встречал в других работах. И вообще вот об этом не встречал. Ну, вот это то, что я успел. А дальше мы можем посмотреть мои... Александр Олегович, все-таки вот последнее уравнение. Ну, пусть У известно. Так общее решение последнего уравнения известно при С6 не равном нулю. Да, я сделал. Это сейчас лежит в редакции. Потому что, смотрите, вот решить это не конечнозонное решение будет. Потому что конечнозонное решение... Вот этот потенциал должен, ну, уравнение многого. Он должен украть до какого-то порядка. А он не может им удраться. Все очень просто. При С6 не равно. Но если мы У... Ну, о чем обшивая баня? У меня опять все ассоциации с негативными симметриями. Вот, может быть, здесь что-то такое, да, как раз. Чертное, да. Ну, понимаете, может быть, я пока вот скажу, что я сделал. Я сделал замену переменной. Вместо производной по Т перешел к производной по У. И получил уравнение класса Фукса. И там, получается, в зависимости от С6 и прочих постоянно довольно интересный вариант. То есть квадратуры, все-таки квадратуры, да, получается? Ну, получаются, да. То есть ряды обрываются, вот эти уравнения класса Фукса. Там же они пишутся в виде рядов. А у вас ряды обрываются, да? Так, что ли? Нет. Но там уравнение Фукса... Ну, не знаю. Понимаете, там с пятью особыми точками. Я, честно говоря, не особо это хорошо знаю. Решение, но решение можно там... При некоторых значениях параметров можно написать точные решения в элементарных функциях. А где-то вот можно написать в гипергеометрических функциях. В виде интегралов, да, гипергеометрических? Нет? Да, где-то можно записать в функциях Гойна. Нет? Ну, а Гойна, это же ведь, как правило, это не квадратуры обычно. Ну, да, да, да. То есть, Гойна урожене... Гипергеометрического типа все-таки. Гипергеометрического типа. Ну, как Бесель и так далее, да? Вот так вот. Такого типа какого-то. То есть, явные интегралы какие-то есть все-таки. Пусть типа Фурье, да? Ну, не знаю. Наверное, должны быть еще что-то. Нет. Ну, все-таки как-то вот вы. Ну, хорошо. Давайте ссылки посмотрим. Да. Действительно. Ну, вот то, что было опубликовано, а потом давайте я, наверное, закрою это и покажу там некоторые решения из других своих работ. Вот в Уфимском мат-журнале, например, есть это решение? Нет. Нет. Вот так. Вот это решение я только заслал в редакцию. Я, может, его сейчас покажу. В Уфимском есть двухсолитонная. Двухсолитонная и через аллептические функции двухзонная. Вот можно там их найти и посмотреть. В двадцатом году есть вот первое решение типа там обычных солитонов, кинков, эллиптических. Вот там, где у нас c3, v равно c3, там я выписал. В Уфимском математическом журнале там, где вот двухзонное решение. А вот особое решение я вот только сейчас, мягко говоря, закончил. Ну, так что давайте я наверно экранчик закрою, попробую найти черновичок, ну не черновичок, а уже, так сказать, статью. Так, теперь сейчас попробую я найти, кто у нас. Да, видим. Вот как-то так. Значит, вот тут начало, так сказать, то, о чем много чего рассказывалось. Вот тут есть и 3-го. 3-го коэффициента, вот они маточные, они тут красиво выглядят. Боковки немножко другие. Вот то, что я написал. Вот это коэффициент уравнения спектральной кривой, но сюда я не стал вставлять, бог с ними. То есть они тоже считаются. Вот процедурка. А вот, вот особое решение. Значит, вот у нас с вами решение имеет вид C1, C1, C2, C2. И дальше тут возникают различные варианты. Во-первых, тривиальное нулевое решение. Когда производная от Vs крышечки равна нулевого, Vs крышечки равна постоянной. И дальше мы находим U1, U2 и все прочее решение. Обычные, такие хорошие решения, выражающиеся через эллиптические функции. Значит, если S не равно нулю, то у нас решение выражается через интеграл такой. Значит, в общем случае, вот уравнение на функцию U имеет решение, как мы говорили, через P функцию Верштаз. Тогда если C6 равно нулю, вот так находится S1, S2. Решение хорошо известное, давно известное, всеми используется. Ну, я не стал их выписывать, потому что не столь все-таки это интересно. Значит, если C6 не равно нулю и при других условиях, то мы переходим от эллиптической функции, то есть делаем уравнение функции, то есть уравнение с рациональным коэффициентом. Значит, вот здесь конкретная формула. И вот у нас с вами пять особых точечек сингулярности. Значит, вот так выглядит КСНП. Вылетку где-то там было. Просто я перескочил через страницу. Ну, вот здесь внизу. И вот тут есть первый случай, когда C6 не равен нулю. Значит, вот замена. Значит, вот у нас уравнение классов функций. Вот у нас рациональные коэффициенты. Конкретная замена. Раз, два, три, четыре. Вот пять особых точек. Ну, а дальше что делать с решением этих уравнений? Ну, мягко говоря, вот в общем случае я не знаю. Стоп, Александр Олегович, но все-таки это вопрос принципиальный, насколько решение эффективно. То есть я не помню, например, вот эту теорию уравнения типа Фукса. Ну, а что там говорят в справочнике? Ну, тогда решение Квадрату в виде интеграла типа Фурье, что ли, записывается? Что значит решение типа Фурье? Ну, я знаю, что сейчас активно, ну, некоторое время Славянов. Ну, да, я тоже знаю. Ну, в большинстве случаев. Там как раз Боин ничего не дает в большинстве случаев. А здесь, видимо, верится, что все-таки в каком-то смысле эффективный ответ. Все-таки вот так кажется, да. Ну, ладно, ладно. Насколько эффективный, вот в данном случае, вот, не знаю. Так. Сейчас, так. Ну, как, вот уравнение Ламе все-таки, вот то, что возникает, вот там всегда ответ все-таки пишется. Все-таки эффективный ответ и все, да. Да, да. А там четыре особых точки. Да, да. А тут пять. А здесь пять. Ну, тоже уравнение класса Фукса. А что теория говорит про эти уравнения класса Фукса? Что, ну, решение в данном случае, я думаю, в каком-то смысле, наверное, все-таки это линейное уравнение хорошее. Ну, да, наверное, я думаю… Ну, не просто какой-то гойн. Не просто какой-то гойн. Я думаю, это типа бесильно, типа гипергеометрической функции что-то было. Ну, я думаю, как в гипергеометрическом можно написать разложение в ответственности особых точек, а дальше искать… Нет, в гипергеометрическом случае есть интегральное представление о решении, так же, как у функции Эйри есть. Нет. Ну, наверное, но, честно говоря, я… Нет, нет, а это вы зря, по-моему. Вот так уж я себе позволил. Зря вы это до конца не прокачали. Нет, что-то типа гипергеометрии, я думаю, максимально должно быть вот так плохое. Нет, ну, у меня там есть интересное решение, я чуточку скажу. Дальше давайте. Значит, есть другой вариант. Когда у нас тоже 5 особых точек решения… Так, у нас здесь идет 11. Уравнение… К каждому, так сказать, решению я нашел спектральные кривые. Но при этом самое интересное, это когда мы берем не эллиптические функции, а вырожденные. То есть вот функция у, она не эллиптическая, а вот солитончик. Вот если мы возьмем у виде солитона, то все ручками проворачивается до самого конца. Относительно, конечно. Опять же, если вот мы убираем коэффициентчики, когда мы находим… Когда мы находим вот… Когда получается такой уровень на S, односолитонный, да, потенциал Шейдингера. Решаем, находим явным образом S, подставляем, интегрируем, явным образом находим V. Вот у нас V1, V2, это отношение… Ну, а смотрите, вот такие выражения в случае вырождения эллиптической функции. И что вот вы ожидаете, когда там будет реальная эллиптическая функция? Ну, а здесь вот, глядя на эти решения, я могу сказать, что… Это типично позитонное решение. Когда у нас одна фаза выродилась в рациональную, а вторая осталась внутри гиперболической функции. Вот у нас типичное с вами двухфазное решение, одна из фаз которых выразилась. Там еще к T надо будет добавлять Z, потому что вот у нас… Это вот однофазное решение. Теперь же, если мы берем Z, к T мы должны прибавить вот эту линейную комбинацию Z. У нас интеграл от единицы плюс АТ и так далее. При другом выборе другой вариант решения тоже можно найти. Я вот считаю, что вот этих решений точных, ну вот, вполне пока достаточно. Если мы в общем виде еще будем писать интегралы, но это надо потом смотреть. Интеграл написали. Я надоедаю, но это надо сделать. Ну, не в этой статье. Ну, не в этой статье. Александр Олегович убежден, что это вполне интегрируемое уравнение. То есть, выделено среди других воинов. Это вполне что-нибудь типа гипергеометрия. Ну, да, да. Я убежден абсолютно. И это мне стоит сделать. Ну, я повторяю по-стариковски. На днях 66. Ну, да. Ну, смотрите. Ноль половины. Старость. Это надо сделать. Вот ну или половины. Очень интересный доклад, но это сделать надо. Да. Все, ладно, извините. Больше не буду. Ну, так что вот, давайте тогда, подводя предварительные, так сказать, итоги, могу сказать, что вот, если мы берем векторное уравнение, у нас возникают дополнительные фазы. Ну, или не знаю, как их там назвать. Вот смотрите, вот опять же. Реально у нас две фазы, но в них один и тот же аргумент находится. Одна и та же зависимость t и z. Ну, да. Это говорят они, бегущая волна. Хотя я говорю, вот скажем, в конечной сумме. Это будет два периода, на самом деле. Периода-то два, хотя зависимость от аргумента одна. Да, да. То есть вот это реально вырождено двухзонное решение, хотя однофазное. То есть добавление компонента приводит к увеличению рода спектральной кривой и появлению дополнительных возможностей. То есть вот даже берем бегущую волну, мы взяли кусочек, выродили и получили решение типа позитона, когда у нас, мягко говоря, элементарные аргументы. Если скалярное уравнение, то чтобы получить позитон, мы должны взять настоящее двухзонное решение с двумя аргументами разными и дальше их приводить к одному аргументу. То есть вот такое отличие, то есть добавление новых компонентов дает новые степени свободы в решении. Вот так скажем, давайте. не будем говорить с физической точки зрения, насколько это так, но вот в степени своя степень, в физике своя степень свободы. для того, то есть добавление новых координат, оно позволяет усложнить решение, хотя аргумент мягко говоря не сохраняются. Ну и плюс, возвращаясь, не знаю, здесь у меня есть такое, нет. Здесь, наверное, у меня этого нет. А вот и здесь. Давайте посмотрим. Значит, вот мы получаем решение уравнения на функцию u в итоге, в любом случае. Это у нас амплитуда вектора решения. Здесь вот, то есть амплитуда вектора является однофазной, либо двухфазной. При этом, если мы рассмотрим v, здесь будет u1 минус u2, значит, v1 квадрат минус p2 квадрат, v2 квадрат на косинус двойного угла. То есть мы здесь напишем v8 квадрат минус синус квадрат на, v1 напишем v на косинус, v2 на синус, но в других работах у меня в некоторых это есть. И что-то я пытался там в Павловке рассказывать, никому не понравилось. Ну ладно. Так вот, если мы найдем, то в крышечке у нас отношение v к u, то есть это косинус двойного угла, то есть v с крышечка отвечает за направление вектора. И соответственно, когда у нас появляется вторая компонент, у нас появляется в свободном воле. То есть амплитуда меняется сама собой, и при этом направление меняется в зависимости от амплитуды. вот v у нас с крышечкой, оно каждый раз зависит от ту. Вот как-то так. вот в этом я и хотел сказать отличие основное. То есть у нас есть, когда мы переходим к векторам, у нас появляется дополнительная свобода воли и степень свободы. Решение у нас появляется кроме длины направления. Обычно рассматривают отдельные компоненты. Но вот из решения видно, что у нас на амплитуду всегда можно написать свое уравнение. Амплитуда удовлетворяет своему уравнению. А дальше от этой амплитуды начинает зависеть направление. Это верный для производных нелинейных уравнений. Это у меня в симметрии недавно вышло. В аксиомии тоже. Нет, в аксиомии не то. В симметрии. Ну и плюс, так сказать, я в УФУ вроде приняли. Послал журнал, надеюсь, выйдет. Можно будет посмотреть как раз по производному уравнению. Ну, в принципе, давайте на этом я как-то закруглюсь. Если нет вопросиков. Спасибо. Очень интересный доклад. Очень интересный. Ну, Александр Олегович, из интегрируемых уравнений только интегрируемые. Могут изменяться понятия интегрируемости и прочее. С интегрируемыми уравнениями связаны только интегрируемые. Вот. Все. Вопреки своему обещанию я сказал. Не, очень-очень интересно. Спасибо. С удовольствием послушал. Да. Ладно. Так, пожалуйста, вопросы, замечания. Ну, Александр Олегович, а вот как-то вот с приложениями у вас что-то возникает? С физикой? Ну, или с химией. С биологией. Ну, пока я не особо этим, честно говоря. Ну, понятно, что это отдельная задача. Да. Пока что я говорю, я обещал российскому научному фонду изучить спектральные кривые вот векторных интегрируемых уравнений, чем я и занимаюсь. Ага. В этом году кончается. А дальше вот посмотрим, на что будут подаваться, но вряд ли, так сказать, физику. Давайте в заключение я скажу то, что ты скрыть. здесь нету, но тоже можно поискать. Мы с Герджиком рассматривали модель Кулеша с Клянином. Там три компоненты. И более того, там наложена симметрия. В результате чего там вообще необычные решения получаются. То есть, если мы берем плоскую волну по х, то есть n равно нулю, то сделаем все то же самое, берем n равно нулю, плоскую волну по х, то амплитуды у нас являются эллиптическими функциями . То есть вот хотят, так сказать, ноль фазная, но рот не ноль. Кривое рот единичка. И эта единичка используется для второй, для первого времени. Ну и там же вот в этой единичке находятся и в высшие времена. То есть там написано у нас с ним. Хаоси, по-моему, вышло. Хаоси целитонных фракталов, что-то такое, да. Если есть желание, могу подключить, найти. Если нет, то есть там вот тоже получаются решения, но при этом там, поскольку компоненты не случайные, не произвольные, три компонента, они завязаны определенными симметриями. Это решение представляет собой плоские волны по Х, и амплитуды которых являются эллиптическими функциями ПАТЭ. Ну, либо вырождениями. Поскольку люди любят целитоны, то мы построили там вот эти нольфазные целитонные решения. То есть вот три компоненты, амплитуды являются целитонными, согласованными. То есть не просто так, а амплитуды их, мягко говоря, связаны между собой уровнями. Вот как-то так. Ну и, соответственно, дальше я, честно говоря, планирую смотреть, что с другими трехкомпонентными уравнениями. Почти закончил аналогичную простейшую работу для трехволнового уравнения. Там тоже, как в Кулешеве-Склянине, получается вот, думаю, мало кем исследованные решения, которые не симметричны по переменным. То есть плоская волна по одной переменной, а эллиптическая, с эллиптическими амплитудами по другой переменной. Причем эллиптические амплитуды, они связаны определенным уровнем. Ну, то есть вот трехкомпонентные, они, мягко говоря, уже интересны, новые, и просто вот, я думаю, пока двигаться в том направлении. Приложение, конечно, хорошо, но это лучше, когда физики этим занимаются. И говорит, есть вот такое приложение для такого уравнения. Нужно посмотреть какие-то решения. Тогда можно, но, честно говоря, я уже заинтересовался. Хочу посмотреть, нельзя ли сайдардон, что он такой делает, потому что очень многие сайдардонам интересуются. То есть приложение у сайдардонов я уже много вижу и так далее. Вот думаю, может быть я с этим. На сайдардон, посчитать там топологические зарядики, еще что-нибудь, ну, сколько они явно имеют в приложении. Ну, как-то так, все, наверное. Хорошо. Других вопросов, замечаний нет? Да. Пожалуйста, вопросы, замечания, высказывания, еще какие-то. Так. Ну, ладно, хорошо. Спасибо вам еще раз, Александр Олегович. И хорошо, что доклад как-то вот уложился в эту серию этих докладов, когда мы вот уже третий там или четвертый участник про интегрируемое уравнение расскажет. Потому что мы уже давно эти темы не трогали, и поэтому это замечательно. Надеемся, что вы еще как-то покажетесь нам, что-то расскажете. Извините, что суборно получилось несколько, но что? Нормально, да. Нет, хорошо получилось, Александр Олегович. Нет, по-моему, очень хорошо. Нормально. Ладно, в моем мнении. Да-да, хорошо. Спасибо большое. Ну, можно будет, я думаю, вот я хотел общее такое, хотя народу сейчас немного у нас, что вот этот первый том семинара, он фактически готов, и я думаю, что где-нибудь осенью должен выйти. И поэтому желающие, я думаю, будем в следующем году, вот в начале следующего года снова собирать желающих опубликоваться вот в трудах семинара в этом выездательстве. Так что всех приглашаем, кто выступил и вот желает в любом объеме что-то напечатать. Спасибо, Александр Олегович. Хорошо, спасибо. До свидания тогда всем. Ну, мы уходим, наверное, на каникулы, да? Вот, и... Да, сейчас тут сильно попойдут конференции всякие, да, одна за другую. Конференции, да, экзамены, да. Ну, и со временем вообще плохо. А, да, у преподавателей экзамены. Конечно, конечно. Да. Защита. В общем, до свидания, да, до свидания. Всё. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Я выложу в ближайшее время.